...позицию тренера. Первая карта у нас Коблстоун, как вы видите, Клоуда начинает в атаке, Моуза обороняется. Ну вот посмотрим, есть киты у Спиди, остальные взяли в первую армору, и также Клоуд Найн. Все играют практически с первую армору, и с Кадус выход у нас уже идет на бэплэнш, есть первый хэдшот, Ника тоже размесывает тиммейты, еще два игрока, еще один минус от Ника, и тут уже получает по голове Сьюи сверхнизу. Ситуация 3 в 3, Стюи откидывает флешку, он находится в дропруме, Спиди также смотрит дропрум, но с другой стороны выпад от Моузов, отличное решение зайти в спину, забирают они Стюи, нужно устанавливать Клоудам бомбу, так и происходит, Аутиматик ставит плент и уходит за куб. Ну тут два игрока у Моуз Спорс будут играть с одной позиции, будут размены, но Аутиматик есть еще один минус от этого парня, ну и команда Моуз Спорс, 2 в 2, будет выбивание, попадает по голове Скадудл, 72 хп, правда у него только остается, Спиди продолжает воевать, ну и на холпе у него играет Денис. Есть диффузы у Спиди, Денис 1 хп, очень опасная ситуация, для него Аутиматик живет и все-таки делает минус по Спиди, и Денис тут остается в очень сложном положении, 1 хп, диффузы есть на пленте, но, оу, неплохо, какой хедшот, Аутиматик абсолютно красный, но скорее всего разыграет здесь идеально эту ситуацию и все-таки делает он килл, и Клоуд Найн берет пистолетный раунд. Очень равный пистолетный раунд, и те и другие могли его взять, но на последних все-таки мувах команда Клоуд Найн смогла оформить его, у Спиди были киты, но он очень быстро умер при ситуации 2 в 2, ну и Денис 1 хп, мало что смог противопоставить прячущимся от него Аутиматику, ну и 1-0 Клоуд Найн начинает с победы, Кобблстоун, интересно. Вот так вот, не мудрствуя лукаво, парни решили просто запушить бэплент, и вот вроде как Моуза успешно принимали, но в какой-то момент все-таки Клоуда разыграли для себя эту ситуацию в плюс, и в конечном итоге забрали пистолетный. Сейчас у нас экономический раунд от Моуз Спортс, мы видим 5-7 и Диглы, есть также тяжелый армор у Ника и у Дениса, ну и будет попытка как-то все-таки зацепиться за этот раунд. Так, ну вот Ника уже должен делать первый фраг, но не попадает первыми патронами, но и дальше уже должны его развить. Но успевает, но сделает минус по шрауду, тут же размен от Аутиматика, два фрага с Тью, и так делает минус, Ловел падает от его рук Аутиматик, ну и 2 в 2 ситуация. Все-таки Скадул сейчас будет выходить с плато, должен избирать Крижей, а так и есть, и последний Ловел, но тоже должен умирать от Скадула, по патрону ему все-таки дал. Трех игроков потеряли Клауда в этом эко, у нас был Моузов Форс Бай, но такой довольно точечный, мы видим, что деньгам, опять же, бая сейчас не будет от Моуз Спортс, это будет еще один экономический раунд. Ну и Клауда вот вчера очень уверенно отыграли на этой карте против оптиков, это был пик команды Оптик Гейминг, но я думаю, что на самом-то деле Моуза хорошенько изучили, и вот игру Клоуд Найн на Кобблстоуне, и наверняка имеет какие-то интересные тактики. Вот Моузов раньше, я еще помню, когда с флипсайдами играли, там было что-то, типа трое допов, были некоторые проблемы на этой карте, но посмотрим, что будет на девайсном раунде. Ну и сейчас пока что пистолеты, есть только у Ловла по 250, и Сьюи уже с Дроп Рума выходит от Мюз Паника, и проходит на планета будет сплит от Клауд Найн, и не угадывает Моуза с тем, где укрепиться. Отличное решение от Клоудов, в действительности Уи в Дроп Рум очень успешно внедрился, сделал два килла, ну и мы видим, что Клоуда приходит на Аплэнд и устанавливает бомбу. Ну, Данис Девятки сейчас должны его там потушить, у него очень мало ХП, остается 6, Скадул добивает этого красного парня, вдвоем Ловел и Спиди, естественно, тут уже ничего не смогут поделать, но Спиди постарается на фарме с UMP, может быть даже какой-то девайс забрать к себе, но вот тут Шралл с Глака перестреливает, без армора игрока с UMP, ну и Ловел последний это 3-0. Остается у нас Ловел в... Ну, кстати, можно засоветить UMP, хотя следующий раунд уже-то будет девайсный, но Ловел еще немножечко подфармит здесь плюс 600. В целом, вот эти вот сейчас киллы, они потом, конечно, в дальнейшем могут не самую плохую, не самую хорошую роль сыграть с Клоудами, потому что терять вот девайсы и арморы на экономических раундах, конечно же, не стоит. Ну и закончилась у нас ЭКО, Клоуда со счетом 3-0 въезжает на первый девайсный раунд. Ну и ВП появляется, конечно же, у Крис Джея, а я удивился, когда Оскара взяли в команду Моуспорт, Крис Джея сместили с роли снайпера, вроде это то же самое, как World of Duty сместили в роли снайпера во флипсайдах, когда взяли Симпла, но вот Крис Джея все-таки на своей позиции будет отыгрывать теперь, и Спиди взял себе Фамас, хотя вроде бы нафармился с UMP-шки, и особо денег-то не тратил наравне со всеми, но по итогу Фамасу Спиди. Решил выступить, судя по всему, по гранатам в первую очередь, сделать акцент на то, что ему нужны будут гранаты для того, чтобы откидывать. Клоуда пока играет довольно медленно, Скадудл СВП находится на старте платформы, пока без агрессивных действий от Маузов. Ну и что интересно, Мауза вот, в общем-то, укрепляет Б-Плент, один игрок находится в коннекторе, смотрит дропрум, и все трое вот довольно неплохо расположены по Б-Пленту. Мне интересно было посмотреть, сколько раундов выходили на Б-Плент, на Коблстоне, абсолютно все команды, мне кажется, что будет что-то в районе 80 на 20. Да, статистика там зашкаливает, любители у нас ходить на Б, очень многие, ну вот, НИПы играли против СКА, также часто ходили на Б. Имморталс. Имморталс тоже. Трежильно на Б. Да, но Имморталс-то ходили на Б, но в итоге две катки слили в ноль. Ника решил поджать платформу, забрал он Шрауда, преимущество для Маузов, ну и вот он, выход от Клоднайн через дропрум. Сью будет открывать красный выход с Б. Ника красный, он будет первым претендентом на то, чтобы умереть. Там три игрока в дропруме, у Клоднайн хороший шанс выйти на Б-Плент, но Ловел не перестреливает Сью, тоже должен быть разменный минус. Также по Ника раздроет какой-то, о, как же так-то, три подряд фрага от команды Маузпортс. Спиди закрывает здесь дропрум со своим Фамасом, кстати, да, сделает три кила, и в конечном итоге первый раунд заезжает в актив команде Маузпортс. Что у Клодов по деньгам? Мы помним, что на Эко они много теряли девайсов, и вот сейчас испытывают экономические проблемы. Ну, сейчас автоматик, я думаю, а, нет, все-таки нету АВП, Скадудл 2.700 на руках, и вот они, как раз таки, экономические проблемы, о чем мы говорили. Теперь ребятам приходится играть с тем, чем Бог послал, и Тек-Найн от нафига Скадудл вообще играет с Глаком, то есть он заранее думает, что парнем мы этот раунд, может быть, и не возьмем, но потеряем деньги. И в любом случае он себе оставляет их на снайперскую винтовку, и опять играет медленно Клоднайн. Пока без особо активных действий. Мауза, кстати, немножечко изменили расстановку по сравнению с прошлым раундом. Сейчас они играют 3 плюс 2, при этом мы видим, что Крис Джея стоит с АВП где-то возле машины, присматривает мидл, и там под воротами стоит очень близко Деннис, у которого в руках МП9, и он, конечно же, намерен там сделать несколько фрагов при поддержке Крис Джея. Это расчет на то, что будет эко-раунд, а тут не эко, но Крис Джея делает первый минус Деннис, флипует, делает минус Пасю, и еще один фраг, но нету. Но здесь Крис Джея, есть Крис Джея, есть Крис Джея, который спасает сейчас команду, но промахивает уже второй раунд и второй раз, и теперь его смерть стала как сигналом, то, что он перетяжка. Да, Скадудл у нас один против троих, успешно там Спиги играет на хелпе, закрывает он игрока команды Клоднайн, ну и Скадудл находится в очень сложном положении. Но есть время, можно попробовать по одному перестрелять, и да, уже в спину заходит Нико. Забирает Скадудла, и теперь уже точно будет эко, не ставили бомбу Клоднайн в предыдущих раундах, но и сейчас мы видим экономический раунд. Ну и вот уже от Маузов после проигранной пистолеточки хороший ответ, три раунда подряд они могут забирать, ну, если в этом отыграет, конечно же, безошибочно. Ну и Маузов очень грамотно сделали, укрепили все-таки выход с центра, там потеряли обоих игроков, но все-таки свою работу сделали, что Деннис, что Крис Джей, три фрага на двоих они оформили, и дальше уже было дело техники команде Моу Спортс выиграть этот раунд. Но Крис Джей пошел пушить, он, думаю, догадывается, что рядом есть кто-то, почувствовал запах клоудов и отошел. Да, отошел на более сейфовую позицию, пока он отыгрывает там один, но уже занял закрытую позицию, стал ближе к коннектору. И в целом, обратите внимание, Мауза отдали просто аплент, фактически, только Крис Джей там действует с АВП, а это может закончиться тем, что Клоуда поставят бомбу в конечном итоге. Да, один Крис Джей и то на девятке, или там где-то он по девятке стоит с авиком, перетягивается к нему постепенно Деннис, и Клоуда отдает медленным стилем, своим заставляет Моу Спортс немножко нервничать, я не знаю, где противник, и вот сейчас будет врыв через центр, ну и посмотрим, тут все-таки укрепление от Денниса есть. Первый контакт, увидел Крис Джей человека в рукаве, и вчетвером оставшимися силами заходят Клоуда на аплент. Стюи врывается под девятку, Деннис абсолютно слепой, но Крис Джей и Спиди делают по минусу, Крис Джей все-таки упал, проходят Клоуда, простите, на аплент, и можно поставить бомбу. Но очень быстро сейчас смели Денниса, смели Крис Джей, бомба поставлена, еще даже можно постараться запустить этот раунд для себя, 2 под 250-х и АВП, Нико делает первый минус за машиной, пытается массовать раунд, и все-таки падает от рук к Спиди, нафиг последний с АВП, но вот этого парня с авиком явно тут никто не ожидал. Ну, он подобрал АВИК, к слову, но тут, ты знаешь, довольно проблематично эко для Маузов, поставили бомбу, потеряли троих и Клоуда, вот так вот совершая точечный бай, П-250, у кого-то там, по-моему, даже Глок был. Да, как раз Шрал, по-моему, с Глока он начал раздавать. Да, всего-навсего там 2 гранаты, по-моему, были от Клоудов, но все равно, несмотря на это, они прошли на АПЛЕНД. Но это то, что я говорил, да, то есть АПЛЕНД полностью был отдан фактически Маузами, то есть только Крис Джей там стоял с АВП. Ну, вот с Кадулу появляется снайперская винтовка, очень нестабильный игрок, да, когда-то он, помню, сиял там, Кадулу, топ-1 мира АВП, но это все было очень кратковременно, сейчас он иногда очень сильно ошибается. Ну, и подсадка от команды Мауз Спортс, сейчас будут подсаживать игрока, что это Крис Жея? Да, Крис Жея подсаживают в дроп-руме, я думал, что он пойдет туда дальше пушить. Хорошее решение, в принципе, может быть даже неожиданное. Клоуда могут удивиться, увидев здесь АВИК, пока они играют довольно пассивно. К слову, у нас Деннис один на точке А, и то он действует в коннекторе, то есть, в принципе, упор на то, что отдается полностью, не получилось у Натинга репикнуть. Крис Джей сделал entry kill, ну и большинство в этом раунде для Маузов. Он ускакал просто Крис Жея своей смерти, 39 хп у него осталось, но свою работу он выполнил, и Клоуд Нанте время выходит уже на Аплэн. Вот так вот хитро ребята делают, Нафиг уже делают минус по Крис Жею, отстреливают снайперы, и только один Деннис на Аплэнту. Да, отрезал полностью Нафинг своими действиями, сейчас коннектор, еще и он находит минус по спиде, и тут же ошибается Деннис, отличный выстрел от шрауда, и можно, наверное, уходить на сейв. Да, здесь уже 2 в 4 сложно что-либо сделать. Хотя Нико, смотри, в спину будет заходить. Я думаю, что его ждут, он уже не первый раз заходит за спину, и Клоуд Нанте, думаю, не те ребята, которые будут пускать к себе шпионов в спину. Лоу ждет какого-то поджима тоже, но тут Клоуда встали и никуда уже не рыпаются. Да, и Нико дальше не пошел, понимая, что нужно сейвить, закомандовал он своему тиммейту испанскому Лоуэлу, что тоже нужно идти на сейв действительно. Тут проблемы у Моу Спортс в этом девайсном раунде, не смогли они удержать Аплэнд. Хотя все начиналось с entry kill-out Крис Джея на дропруме. Ну вот Лоуэлл это сейчас такой человек, который немножко обязанности по стрельбе и по фрагам снял с Ника, потому что раньше именно Ника был топ-фрагером и постоянно вытаскивал все раунды практически, большинство, хорошо скажу так. Ну и Лоуэлл. Очень хорошо вписался в коллективе. Я тебе скажу, что вот я видел его, он же в атаксах, да, играл. Я следил за несколько матчей, довелось мне комментировать в атаксах. И действительно, вот alternate, он очень сильно выделялся и показывал хорошую игру. Ну и в конечном итоге Моуза решили, что это то, что им нужно на замену Оскара. Четвертый раунд для Cloud9. Вчера, если я не ошибаюсь, они в атаке, да, набрали там 13 против оптиков. Ну здесь пока испытывают проблемы. Но тем не менее, после того, как отдали три раунда подряд Моузам, все-таки взяли четвертый. Сейчас счет 4-3 и начинается медленная позиционная атака от Моуз Спорт. Ну и вот у нас опять Криджей встал на свою дефолтную позицию. В рукаве на хлыпе играет Деннис. Ну вот этот стак, рукав, это обычная дефолтная ситуация вообще у всех команд. Если кто-то будет пушить, тут же ребята на двоих расформируют всю команду. Если же будет какой-то пуш, сразу же могут отойти на ретейк. Ну вот как раз-таки ретейк очень долгий, когда в рукаве стоят ребята. Клоуда, если будут заходить на Б, то там уже будет ситуация, может быть, 4 в 2 или 5 в 2, если ничего не получится. Да может быть даже выгоднее в спину заходить, знаешь, чем вот долго стягивается. Спиди смотрит с Мак-7 дропрум. У нас Клоуда готовят, судя по всему, фейк, потому что Натхинг тут стоит на старте с гранатами, и может он выходить на дропрум. А бомба двигается на тучку, а Деннис заметил ноги, пострелял, но пока без килла и погибает. Он тут же Крис Джей репикает. Ситуация 4 в 4, нужно двигаться дальше Клоудам. Ну, сейчас опять попытались сделать то же самое Клоуд Найн, что и до этого. У них это получается, но Крис Джей еще живой, значит, у команды Клоуд Найн есть некоторые проблемы. Уже перетянулся на хелпу ловел, но смотри, Клоуд Найн еще пока не торопится выходить. Они заняли яму, но тут же Стьюи забирает Нику, это будет перетяжка на Б плен. Ну, скорее всего, Стьюи с Натхингом, который в дропруме, могут занимать точку Б. Бомба уже с А убегает на точку А. Здесь еще немного зависит от спиди, но ужасный девайс. Этот маг седьмой на средней дистанции абсолютно бесполезен, и Крис Джей с ловелом, судя по всему, пойдут на сейф. Я бы сказал, это ужасная позиция была в спиди, где-то за камнем, то есть, издалека тебя могут зачекать. Вот можно где-то под деревом встать, вот эта позиция, где подсадка идет на дерево, ты можешь и сблизи убить Ильдроупрум, и с просвета, когда человек будет выходить или сплунта кто-то. Но он занял позицию за камнем, ему прилетело, и это пятеро для команды Клоуд Найн, но Муза все-таки, я думаю, свое количество определенных раундов возьмут. Ну, должны, да, должны. Ну, вот, видишь, хороший ответ от Клоудов, после того, как они отдали три раунда подряд, сейчас берут два. Опять же, неплохой ответ от них, ну, и уже в довольно сложном положении находится Муза. Сейчас нужно будет смотреть на деньги, как же промазал Крис Джей, хотя вроде контролировал своего оппонента. Там пиксель головы совсем было, сложно попасть было. Да, Шраут уже выехал за своими оппонентами, он понимает, что там в рукаве два игрока, но решил все-таки дальше не идти. Ну, и сейчас главный вопрос действительно по деньгам для Музов. Есть МК, есть АВП, в принципе, если... Нет денег. Нет денег, да. Нужно делать эко и попытаться разыграть вот эту вот эмочку и АВП. Тогда, как мы видим, Клоуда по экономике неплохо уже отожрались. Ну, и что? В принципе, Клоуда могут продолжить свою серию. Пока вот Муз Спортс не могут, не могут вот сдержать. Ну, и, кстати, что нужно отдать должное? Вот Клоудам, они играют очень разнообразно, да? То есть двигаются на... Пытаются отжать рукав. Да, то есть работа в дропруме. Постоянно вот они заставляют дефенс двигаться. На всех позициях они показываются, но и как раз таки, когда ты знаешь информацию, что они везде, ты думаешь, а куда же все-таки пойдут? Да, да. Стрельба везде идет. Нет понимания у Маузов действительно, куда будет в конечном итоге выход. Такое дело на Коблстоуне довольно тяжело прочитать. Ну, и решают Мауза поджать под АВИК, который прикрывал, решают поджать платформу. У них получается, это, собственно, размен. Ловел делает минус по шрауду. Ну, и дальше стоят Клоуда Крис Джей. Кто ты пошел? Какой пацан? Ты знаешь, вот наглость, второе счастье. Мне кажется, сейчас вот Крис Джей может увидеть ногу. Даст инфу, что там есть чел в дропруме, но идет при этом дальше. Там Скадул ждет этого поджима. Как будто он знал, что Крис Джей именно так сыграет. Минус снайпер команды Мауз Спорс. Ну, и Клоуд Найн, да я должен даже сейчас на уровне просто выйти на Б-плэнд. Хотя там есть Кольт и два Юспа. Ну, посмотрим, все зависит от ловла. А, ну и Спиди с своим дефолтным девайсом. Это вот, наверное, стандартная позиция, когда парни, ну, давайте, выскакивайте. Я вам сейчас Зевса заберу, ну, и смотрим. Зевс! Есть, жесть. Этот звук, этот крик просто невероятное что-то. Так, выход на Б от лоудов, оставшимися силами Стюви делает минус по Деннису Стюви, как жестко закрыл. Но Ловел один в два, там АВП и Калаш делает минус уже один в один. И это экономический раунд, заселенный двумя девайсами. Ну, он знает, он знает, где находится снайпер, снайпер знает, где находится Ловел. Пока друг друга ребята не видят, Ловел пытается. И дает ему жару. Вот это да, Ловел. 4 килла. Да, очень жестко. Я думаю, что это отличный момент для мувика. И вот этот вот заселенный девайс приносит в актив команды Мау Спорт четвертый раунд. Ну, и вот она молодая кровь, которая тащит. Тащит за собой старичков. И, конечно, криджет этот поджим. Очень классно он все сделал, но Скадудл на опыте сейчас сидел и ждал этого поджима. Они куда не торопились, Клауднайна, у них было время. И Скадудл просто выполнял свою работу. Ну, и теперь закуп, опять-таки Клауднайна, только можно сказать, потому что они отожрались, они потеряли сейчас все девайсы. Опять закуп, и у них примерно хватит еще на один, но уже без АВП. Ты знаешь, вот довольно спорное, на самом деле, решение поджимать Крис Джею в такой ситуации. Да, это риск, но мне кажется, что даже если бы он поджимал, то было бы неплохо, чтобы у него рядом был еще один тиммейт. Он просто знал, что Ловел затащит, и все. Так, у нас Клауда раскидывают активно довольно Б, и, судя по всему, просто собирается выходить на платформу, Жрал делает минут по Ловелу, отличное начало на Б-планте. Да, очень тяжело будет здесь что-либо сделать, и Спиди его закрывает. Ну и вот он ответ от MoSports. Хорошие, у нас качели такие, да, просматриваются. Те взяли два раунда, эти взяли два раунда. В принципе-то игра, ну я так и думал, что здесь будет заруба, здесь будет очень все по-жесткому. Если там НИП СК, я как-то видел СК фаворитами, да, и понимал, что, в принципе, вроде как они должны выходить в финал, то здесь я не могу, честно, понять для себя. Ну, СК они набрали по ходу турнира. Они сначала проиграли НИПамку Болстоуна, потом сейчас они могут разорвать кого угодно. Да, они вот на протяжении турнира, действительно, старт был не очень хороший, но это только одна игра. Потом все матчи в групповом этапе они выиграли и показали очень уверенную игру. Те матчи, которые я видел от бразильцев, они были, ну, мега уверенная игра, вот в первую очередь. И, конечно, какой неудачный смог сейчас был от спаумнафинга, минус от шрауда, ну и все тут. Все, ползут. А, нет, ну, кстати, минус от шрауда я угадал, что он будет. СТЮИ с Тэгнальным еще забирает НИКа. Потеря девайсов сейчас не очень нужна, мол, зам еще АВП СТЮИ поднимает. С этим девайсом очень даже хороший, может попытаться даже растащить. Да, СТЮИ часто берет снайперскую винтовку и делает с ней очень серьезный объем работы. СТЮИ не пропустил сейчас Чила, который прошел на плент, при этом еще и навелся, но Спиди все-таки переиграл своего визави. И счет 6-5, это был экономический раунд от Клауд Найн, и у нас тактическая пауза от СТЮИ 2К. Ну вот пора, пора Клауд Найн, хотя вот вроде бы равная игра. На самом деле, да, равная игра, и вроде как получается игра от Клауд Найн, то есть я, если честно... Они хотят сбить ТМ Моуза. Может быть, да, может быть. Это хорошее решение, почему нет? Тем более деньги есть, о чем поговорить, потому что у них получались раунды куда? На плент. Они начали ходить на Б, начали погибать там. Хотя вроде давали размены, и там, в принципе, это все перспективно могло заканчивать. Но это вот после раунда с Ловелом, когда он растащил всех и вся. Вот после этого у Клауд Найн начались какие-то, может быть, моральные проблемы, может, у кого-то нервный срыв уже был, что парень, как так, у нас один парень с кольтом выиграл раунд. Но, в любом случае, Моуза сейчас уже шестерочку взяли в защите. Да, может быть, кому-то нужно валерьяночки выпить, чтобы успокоиться. Может быть, и такое. 6-5, и, наверное, для Моузов это комфортный счет на Коблстоуне. Я думаю, что можно дальше продолжать набирать свои раунды. Появляется у нас вторая снайперская винтовка от Нико. Полноценный бай у Клауд Найн. Ну, по гранатам тоже вроде все неплохо. Ну, и начинается этот раунд у нас пока довольно медленно. Нет никаких активных действий от Клаудов. Ну, и 3 плюс 2 держит Моуз Спортс. Два игрока в рукаве, три игрока на точке Б. У меня такое предположение, что Нико был раньше снайпером, потом перешел на девайсы. И когда пришел Лол, он говорит, парни, да я же с АВП раньше играл, давайте я с ним опять буду играть. Не, ну он такой, знаешь, вот Нико вообще универсальный солдат. В этом плане, конечно, он неплох со всеми оружиями. Ну, действительно, наверное, как нештатный снайпер все-таки лучше ему отыгрывать с Эмочкой. Но здесь вот он решил, что деньги есть, может встать на платформе с АВП и закрыть с собой довольно серьезную часть карты. Ну, кстати, хорошая позиция снайпера, так, конечно, не читается. Обычно АВП где ждут за ящиком, а он стоит вот на бордюрчике и смотрит выход с дропрума, если туда ломятся Клауд Найн. Но они делают опять сплита. Они опять делают вы сплита, Криджей с Савиком играет в рукаве и может сейчас сделать еще один минус. Да, пропустил он одного, увидел, выстрел в никуда, откидывает мидл, выход через дропрум, Клауда. Тут довольно интересно действует и должны вот сейчас Мауза как-то угадывать. Но Спиди слышит, Спиди слышит, как выскакивают два игрока через окно, делают первый минус, второй тут же не получается, сделать, но и Криджей. Все сейчас на его плечах есть. Нету минуса, как же так промахивается Крис, жиелки. Так, два раза Крис промазал и это ключевой момент в этом раунде. Что интересно, смотри, Мауза делает ретейк вчетвером через мидл, они даже не будут выходить через коробку. Ситуация 4 в 4, бомба. Деннис зарезал Крис Джея. Это просто забей. Что? Как это произошло? Сейчас бы в ретейке тиммейта зарезать. Жесть просто. Как? Не знаю, я не видел. Как можно было зарезать своего тиммейта? Ну вот так, Лоул подбирает АВП и уходит на сейф Лоул с Ника. Я хочу пересмотреть этот момент. Как он мог зарезать своего игрока? Ладно, у нас бывает такое, что с респа бежишь, когда на фейст играешь, ткнешь своего тиммейта, ничего страшного. Но когда у тебя идет выбивание, не знаю, ну вот я безмолвен. У меня была когда-то история тоже смешная, похожая. Ну я, будучи проигроком, мы играли команду Эксплоузив на лане, не помню против кого. Карта Инферно была. У нас была ситуация 2 в 1, то есть это еще жестче. И мы вдвоем были за дефенс, на ребрах стояли. Не вдвоем, то есть я стоял на пяти, тиммейт мой стоял на семи. И была инфа, что выходит чел в мидл, а бомба лежит где-то на главке, там на ребрах. Я говорю своему тиммейту, подтянись ко мне, вдвоем сейчас разыграем против одного. И он подходит, и там, типа знаешь, вот как бежит возле стены, знаешь, ножом машет. Типа вот так вот бывает. Ну вот как бегут игроки. И вот он меня зарезал тоже вот так вот. И потом чел убил его, мы проиграли 2 в 1. Это вообще, это чудо, это чудеса какие-то происходят. Бывает в контрстрайке. Ну и закуп команда Мау Спортс, 2 АВП, Ника. Посмотри, где он стоит, Ника с АВП. С АВП? Что это такое? Какой оптимист. Но Спиди ему хелпает. Все-таки размин ситуация 3 в 3. Выход через дропрум. Деннис закрывает также Стюи. В меньшинстве Клоуда начинает выход на точку Б Шрауд. Уже через платформу спускается на Б-плен. Там за кубом стоит. Оу, Шрауд делает минус по Деннису. Но Крис Джей тут же репикает. Делает минус по Шрауду. Скадудл 1 против 2 АВП. Скадудл умеет такие раунды разыгрывать. И должен сейчас, понимает, где находится один игрок. Промахивается в упор Скадудл. Вот это да, батюшки мои. Скадудл вот так вот мазать, конечно, нельзя. Если бы он сделал минус, он бы остался 1 в 1 против Крис Джей. Там бог знает, как все происходило. Но это седьмой раунд для команды Моус Порции. Клоуда закупается на последние деньги. Ну, кстати, надо посмотреть, что у них за бай. Мне кажется, это довольно опрометчивое решение. Но 2 900 себе Скадудл оставляет. А, нет, уже не оставляет. Сейчас посмотрим, что они там купили. Ну, кстати, странно, почему Клоуда решили покупать. Два Калаша, два Тека, Дигл. Не знаю. На самом деле еще один раунд будет впереди. То есть, в принципе, вместо двух, скажем, одного Эка и одного полноценного бая, они решили сделать вот таких два полубая. Ну, странное решение. Посмотрим, чем это закончится. Но они просто не хотят Моузама давать еще один раунд. Наверное. Ну, хорошо. А если... Ну, мы можем как бы и не взять этот раунд. И что теперь делать? Штампуют. Штампуют людей Крис Джей. Как на заводе. Делают уже два фрага. Ставят красным Скадудл. Два хп у него. Ну, и, конечно же, в такой ситуации не ожидали видеть Крис Джей в упоре. Делают еще один минус спиди. Все пока что живые у Моу Спортс. Ну, и два в пять Клоуда. Мне даже не знаю, что тут посоветовать. Но есть Шрауд, который... А им машина. Но тут все-таки Моуза играет. Они какие-то мальчики для битья. Это точно. Здесь будет очень даже и непросто. Но сохраняют свои жизни Моуза. Они находятся в пятером. Тут безошибочный прием медла. Опять же, непонятное решение от Клоуд Найн. Делать закупку в этом раунде. Ну, и два Калаша от Скадудла и Шрауда. Время идет. Непонятно, что будут делать парни. По-хорошему, наверное, можно было бы уйти на сейв при такой экономике. Мне кажется, они это и делают. Просто ждут, когда к ним кто-то придет. Но два хп Скадудла. Он тут вряд ли жилец. Его сейчас должен запушить Крис Джей. Скажется, он это будет делать. Шрауд идет через рукав. Шрауд опасается, как Крис и Де Йонга. Но тут все-таки Авика, не какой-то Калаш или Кольт. Крис Джей ждет. Ждет. Вот он опять-таки знает, как будто ВХ включил Крис Джей. Ждет именно... О-о-о-о! Вот это плюха. Вот это плюха. Плюха отличная. Ну, Деннис закрывает рукав. Скадудл делает минус по Деннису. Скадудла по-прежнему 2 хп. И он погибает от пострела, который совершил в Пиде. Ну и вот она экономика на последний раунд от Клауд Найн. Да, на 2000. Ну что, тут закуп второй армор, тэк Найна и плюсы гранаты какие-то. Выход на бэплэнд. Фаст там через дропрум. Это, наверное, одно из правильных решений. Это не самая лучшая идея, если Ника будет стоять. А он будет стоять на плато из СВП, смотреть лонг. То ситуация для Клауд Найн только надо узкие какие-то проходы использовать. Где можно толпой запушить кого-то и одного из игроков команды МОСПОРС и выйти на один из плентов. Накидывает гранаты у нас Клауда на точке Б. Но выхода нет. Пока довольно пассивно. 3 плюс 2 держат Мауза. Два игрока в рукаве. Ну, все для них спокойно. Они просто должны ждать и закрывать своих оппонентов. И просто забирать девятый раунд. Через дропрум будут действовать Клауда. На ранних таймингах еще не пожимают ни разу МОСПОРС. То есть это для них плюс. Но с другой стороны, Спиди сейчас пропускает мимо себя троих игроков команды Клауд Найн на Аплент. А там всего два игрока. Крижей не знает, даже не догадывается о том, что три игрока уже на пленту. И Клауд Найн очень неплохо разыгрывает этот раунд. Сейчас будет ставиться бомба. Крижей заметил. Нафига, но бомбу поставит. А куда смотрит пацан вообще? Была же информация или не было? Шраул делает минус по теннису. Крижей с АВП забирает Стюви. Но тут же Шраул внедряется. Ну и Спиди. Спиди. Тут Кроссфайр. Ну как-то не самым лучшим образом, если честно, Моуза отыграли в этом раунде. Дали слишком много пространства своим оппонентам. Пропустили дропруму. Вот и вся история. Ника с АВП играет в упоре. Первый минус по нафигу. В яме находится Кадул. Должен его забирать ловел. Ну и там два в два. Догадывается Ника, что два игрока в конюшне. Минус под ловела. Ну и вот. Вот он момент есть. Но Шраул с АВП. А Боба-то стоит, так что ее можно раздефузить. А куда же ты лезешь? Ника поторопился. Ловел, ловел. Промахиваются Шраул. Один в два. Ситуация ловел. Ну и тут уже ноузум. Четыре минуса от Шрауда. Вот это да. Вот это да. Я даже не подумал бы, что Клауда могут взять такой раунд. Ну там не было ни одного тяжелого девайса. Были теки, были пистолеты. И что вот самое интересное. Помнишь, они втроем сделали сплит А. Выпали втроем в дропрум и зашли в коннектор. И поймали для себя такой тайминг, что Спиди, находясь возле коннектора, был полностью отрезан. И благодаря этому игроки команды Cloud9 зашли успешно на А, там Спиди полностью был выключен. И вот получается, что очень успешно Клауда зажали с двух сторон на плент и взяли все-таки седьмой раунд. Причем Клауда знали то, что Криджей будет играть в рукаве. Они пошли не через ворота, не через пистолеты, а через девятку выскочили. Если там был бы кто-то из игроков команды Моу Спортс на пленту, они бы его задавили массой и поставили бомбу. А тут даже так хорошо произошло, но и Криджей мисанул по игроку за машиной. Не знал то, что бомба ставится, еще и со спины его задавили. То есть Клаудна сделали все шикарно, у них это получилось. Ну и, конечно, без ошибок Моу Спортс, они обычно смотрят дропрум и точно делают хотя бы один-два фрага. А здесь Спиди отдал позицию, потому что у него не было суппорта в дропруме. И вот этим вот воспользоваться Клаудна удачно им повезло, так сказал бы. Да, ну и 8-7, шикарный счет для Моузов, они в защите взялись 8 раундов и вот сейчас пистолеточка. Пистолеточка очень важна, на самом деле, для двух команд. Как бы при таком счете кому-то хочется сразу же захватить инициативу в виде пистолетного раунда и потом набирать все свои раунды. А какая у нас вторая карта? Мираж, по-моему. Мираж. Добрый как Мираж. Кобл Мираж Даст. Кобл Мираж Даст. Но если сейчас Клауднайм выиграет эту карту, то на Дасте будет очень весело. Потому что Клауднайм Даст играет вообще... Подожди, а до Даста еще нужно дожить? Не, я говорю то, что если... Мираж-то вторая карта? Ну, я смотрел Клаудов на Мираже, они очень круто там обыграли Дигнитос. Что? Самая сильная карта, говорят. У кого? Мираж. Нам подсказывают, что у Клауднайм Мираж самая сильная карта. Я не знаю, честно, я не специалист по североамериканскому КСу, но то, что я видел от Клаудов на Мираже против Дигнитос, действительно меня впечатлило. Ну и, конечно, Маузам было бы неплохо сразу зацепиться за эту карту для того, чтобы, как ты знаешь, в серии повести 1-0. Это тут не то, что Клаудамм, тут всем. И Маузам, и Клаудамм, все хотят в полуфинал. И там уже их ждут бразильцы из СК Гейминг. Но команды все-таки равные. Да, здесь непонятно, кто выиграет. Ты же видишь по счету сейчас первой половине, видно, что тут легкой прогулки не будет. Ну, Деннис как-то выпадал на Апленту, он постоянно на халпе играл у Криджея. И какие-то минусы он давал, но это 4 фрага всего лишь на халпе. Мало. Но как-то очень странно. Он центр смотрел в соло, его постоянно вырубали. Вот просто первым патроном вырубали, если какой-то сплит делали на Аплент, то же самое происходило. Ну и Деннис не мог перестрелять у игроков. Ну и Шраут, конечно, 15 на 10, эти его хедшоты в пиксель невероятные, когда он Криджея патроном снял. Получается, получается играть у команды Клауд Найн против Маузов. Ну и вот обоюдно, я бы сказал, что и Маузам получается. То есть на обоюдных ошибках игроки выезжают, но и Ловл, конечно, этот минус 4 от него порешал очень многое. Да, был очень важный экономический раунд для Маузов, и они его выиграли. Ну что ж, пистолеточка у нас начинается. Мауз Спортс в пятером бьет на точку Б. Тут у нас что? Там будет... Пуш? Да. Тут сказали, будет дабл... По инсайдам. Сейчас будет интересная пистолетка от команды Мауз Спортс. Сейчас посмотрим, что они будут делать. Ну Клауда вдвоем играет в Курятики, это тоже интересно. Подсадка раз. Давай второго. Они сейчас будут дабл буст делать. Сейчас они сгорят. Они горят! Вот тебе и подсадка. Вот тебе и тактики и лактики, но что-то знали. Видимо, Клауд Найн, и выход все-таки произошел на Б-плэн. Так, на сценке и Клауш Раул делает по минусу, просто закрывает здесь легко, без шансов. Пять безответных минусов и Мауза проигрывает пистолетный раунд. Амиран просто сказал еще перерыв, то что у Мауз Спортс будет классная какая-то тактика в атаке на пистолетке и просто один Молотов. Подожди, а Молотов чей прилетел? Дефенса? Клауд Найн. Да? Ну там же Смок, там понимаешь, что... То есть они знали? Ну в любом случае, когда у тебя лежит Смок, ты думаешь, либо там пацаны готовы под флешку врываться вблизи, либо они проходят. Я не кинул Молотов, который пришел весь раунд. Ну и Форс Бай в ответ у нас от Мауз Спортс. Абсолютно не заладалась у них пистолеточка. Была фишечная, но эту фишечную пистолеточку для себя раскрыли полностью Клауда и без шансов выиграли этот раунд. Вот Наслинг делает на платформе уже минус по Ника, который играл у нас на 3 атаки и уже отвалился. Крис Джей тут пытается найти, наверное, судя по всему, Дигл, который был у Ника. Ну и Крис Джей, к слову, играет без армора и с Глоком. То есть это говорит о том, что он будет копить себе на снайперскую винтовку. Ну вот Деннис будет открывающим Аплента с Диглом. На Апленту находится Скадул и Аутиматик. Ну вот эти эксперты в чате говорят, что Молотов был как раз-таки игрока команды Моу Спортс. То есть они сами себя накинули и подсаживаются стали? Ну как-то подгорели, да, видимо. Но я, кстати, не понял, почему это... Вряд ли это был свой Молотов. На самом деле это мы потом уже узнаем. Сейчас Моуза оставшимися силами заходят на Аплент. Довольно много дали пространства Клауда своим оппонентам. Но мы видим, что Аутиматик вполне себе спокойно закрывает Моузов. Не дает им пройти на Аплент. Но Крис-Джей отвечает по шрауду. Аутиматик с теком должен забирать здесь Крис-Джей. Но Стюй играет на холпе. Минус Крис-Джей. Nothing минус спиди. Ну и это был первый экономический раунд, который не заладился от Моу Спортс. Даже при выходе на Аплент бомбу не удалось поставить. Ну там Аутиматик с вами все-таки хорошую позицию занял. Он бы просто тупо не дал поставить эту бомбу. Ну и Клауд Найн. Выходит вперед в этой встрече. Счет 9-8. Эко от команды Моу Спортс. Думаю, это будет быстро сыграно. Хотя кто знает, что в голове у команды Моу Спортс. Может они захотят с глоками взять раунд. Всякое бывает все-таки. Ну и флешка такая от Скадудла, которая... О-о-о-о, ну привет. Неплохо тут Аутиматик собирает. Четверых уже заливает. Нет, дайте мне эйс, кричит. Дайте эйс. Дайте эйс. Есть КП, можно побежать за эйсом. Спиди, спиди. Все-таки падает Аутиматика. И это эйс. Ну, эйс такой, рабочий. Рабочий эйс, в общем-то... Легенький. Ничего, да, здесь такого сверхъестественного нету. Ну и байраунд от Моу Спортс. Крис Джей накопил на снайперскую винтовку. Галил у нас от спиди. Ну и с другой стороны у Клаудов пока все хорошо. Ну а снайперскую винтовку не покупают. Будут обороняться с Фамасами. Одной МВшкой и две МК. Ну я думаю, что Клаудайна верен в себе в защите. У них АВП пока не понадобится. Ну и Моу Спортс. Посмотрим, что они будут делать в атаке. На АВП у Крис Джей. Он смотрит поджим с рукава. Медленно будет играть команда Моу Спортс. Ну и четыре игрока пода. Еще рядом Ника гуляет. Я думаю, что он просто смотрит поджим с дропрума, с ланга. Но выход будет все-таки на Аплэн. Моуза довольно медленно играет. Ну просматривается все как выход на Аплэн. Ну именно с такой перспективы. Один игрок у нас перед Б действует. Это Нико. Он в дропруме. Это игрок, который в соло может здесь нарешать проблем. Не нарешать, а доставить проблем своим оппонентам. Ну и он уже упал в дропрум. И двигается. Вот он Ника. За детектируем Натинга. Играет очень осторожно. Прилетел Молодов. Нужно менять позицию. И он под это все дело еще и забирает Натинга. Но тут же врывается Шрауд и делает размен. Ну вот Шрауд приливается Калашников. АСКА Дудл будет принимать выход с медла. Есть минус по Деннису. Я говорю... Нет. Не будет минуса по Деннису. Я надеялся на то, что... Вон у флешка вторая срабатывает. Да как же так-то. Пренированный какой-то Деннис. А Лоуэлл выходит. Ну, кстати, это ошибка была. Нельзя было вот так вот сразу врываться. Потому что не было информации по второму игроку. И два игрока команды Моуз Спортс упали при попытке выхода на Аплент. Стьюй уже заходит в спину. И проблемы у Моузов в первом девайсном раунде. По плавам. Крыжей. Савиком. Бучас. Оу. Через смок, видимо. Заметил Шрауд. Замечает также еще и Стьюй. Попадает по нему. Но это все-таки стена. Стена, которая режет урон. Спиди должен добивать красного игрока Стьюй. Ну и один в два может даже как-то порешать. Стьюй проверит или нет? Он не проверяет. Ну как Спиди под собой не проверил? Ну лоу. Посмотри, они просто разменулись. Они просто... Оу, Спиди. Но все-таки добивает красного Стьюй. У него нет времени. Просто нет времени. 13 секунд до конца. Да, уже все. Это ГГ. Ну, было бы неплохо, кстати, Галил поменять на девайс. Но решил все-таки сейвить свой Галил. И 11-й раунд для Клоуд Найн. А вот у Моу Спорт, скорее всего, сейчас денег на бай хороший не будет. На Клоуда тоже потеряли три девайса. Да. Это тоже как бы не слабо. Ну, могут сейчас на самом деле Моуза вот, знаешь, сделать... Зафорсить. Ну, типа форсить. Например, смотри. Крис Джей может дать дроп АК. И Деннис может дать дроп АК. Они сыграют с двумя калашами и с одним Галилом. Почему нет? Как вариант. Как вариант, да. Ну, видишь, все-таки это просто Эко с одним засевленным Галилом. Тоже правильное решение. Они тебя не слышат. Не, ну, это опция. Я рассматривал просто как вариант, да. То есть это как одна из опций закупки. И, в принципе, это... Я просто... Исходя из того, что ты говоришь, да, типа там у Клоудов тоже по деньгам будут проблемы. Ну, то есть они-то закупились сейчас, да. Но если будут делать киллы, опять же, Моу Спорт, то по деньгам будут просаживаться Клоуда. Вот это Утематик еще рядом прожимает по Деннису, который стыкнально вот так агрессию в ответ сделал. Ну, и шраут. Минус Паника. Два игрока еще в дропруме команды Моу Спорт. Они будут опять делать сплит на Аплэнд. Довольно странно, как он отбежал. Не ожидал он просто Насанга там увидеть. Хотя, опять же, это дропрум. Это такая довольно агрессивная позиция, на которой в любой момент может появиться оппонент. Ну, что с нафиг? Откидывает Моу Тов, отгоняет оттуда Лоуэл, отгоняет оттуда еще одного игрока команды Моу Спортс. И Боумастер идет на Б. Боумастер идет на Б. И, о-о-о, Сьюи через смок прошел Лоуэл на префаре. Вдвоем Крижей с Деннисом. Тут уже ничего не попишешь. Это будет 12-й рам для команды Клоуд Найн. Клоуд Найн Шраут должен забирать этот урожай двух людей, которые будут суицидиться в дропруме. Суицидиться. Ну да, судя по тому, как смотрит Шраут, это может быть похоже на суицид. Но все-таки они упали. Но мы видим, что Насанг с другой стороны. Хорошая вообще, в целом, нужно отметить хорошую работу от Клоуд Найн по дропруму. Они вот как-то не отпускают. И при этом, когда они отдают его, они делают выпады. То есть, это хорошая, грамотная работа в дропруме. То есть, наиграна у них позиция. Ну и закуп. Зак команда Моу Спортс. Счет от 8-12. Он начинает увеличиваться и не для Моу Спортс. Плюс, естественно. Посмотрим Крижей, что изменится от его ВП. Пока что вот не видно этого парня в атаке. Был только один минус по игроку на Апланту разочек. И все. На этом все. ВП Крижей закончилось. Кадул поджимает. Сейчас рука. Деннис пытается воевать со смоком на медлен. Ну и пока вот кроме этого ничего на карте не происходит. Интересно, что Клоуда 3 плюс 2 пока не меняет свое расположение. Оно абсолютно... Рабочее. Да, рабочее. То есть, они, в общем-то, держат... Ну, правильно. Если у тебя ты как бы исполняешь какую-то тактику, она у тебя работает, то нужно дальше ее придерживаться. Это, в общем-то, ничего в этом такого плохого нет. Особенно если за дефенс. Ну, скадудл, видишь, все четко сделал. Он всю дорогу сидел, ждал этот фраг. Терпило какое-то скадудл. Да не терпило просто. Ну, что ты такое говоришь, Петя? Ну, я же не вижу. Терпило. Ну, что такое терпило? Терпит просто, ждет, но не терпило же. 8-12 преимущество, численное для Клоуд Найн в этом раунде. Попытались Мауза, судя по всему, открыть себе свободные зоны для Плента, но у них это не получилось. И при этом Клоуда продолжают держать втроем точку Б. И опять врывается сейчас вверх-вниз два игрока команды Клоуд Найн. Нафинг встал под выпадом, под прыжком. Ну, и Ника получает свой патрон в голову. Ну, что, Мауза втроем. Выходим на Б-плент, паузу просит Мауз Спортс. А именно Ника пишет, пожалуйста, нам нужен тайм-аут. Нам нужно пообщаться с нашим тренером, проконсультироваться насчет игры, потому что пока у Мауз Спортс мало что получается в атаке. Оборона была вроде бы неплохая, но вот с атакой какие-то клешни случились. Вообще не получается. Не получается у Маузов в игре за террористов, действительно, прежде всего. И сейчас довольно уникальный случай. Три в пять ситуация, и террористы уходят на сейв. Но денег нет. Денег нет. Тут вопрос в том, что ничего не получается у Маузов. И они не ходят на Б абсолютно. Видишь, то есть, по-моему, там один раунд они решились, и все. Ничего абсолютно не получается. Пистолетки когда-нибудь сгорели? Может быть, стоит, знаешь, сыграть, как я. Я в таких случаях всегда говорю, что если атака не может взять раунд, смотри, даже бомба не была установлена. Вот, обрати внимание, шесть раундов выиграли Клауда и без поставленной бомбы. И не доходили до плунта. И два раунда, да, не доходили до плунта. И два раунда, видишь, закончилось время. То есть, это говорит о том, что сейв. Я всегда в таких случаях говорю на стримах, что может, стоит сыграть простую тактику 3 плюс 2. Просто сыграть на А, на Б, неважно. Просто 3 плюс 2. Все. И мне кажется, это не обязательно быстро. Нет, можно медленно. Они пытаются играть на А, плюс 3 плюс 2. На Б не было. Я, если честно, этого не видел. Я видел попытки выхода в руках, занятия медла. 3 плюс 2 они не выходят, потому что их уже четверо становится. Ну да. Это получается там либо 2 плюс 1, либо 2 плюс 2. Но не доходят. Просто не доходят. Их отстреливают издалека. И команда Моуспорт сейчас должна что-то порешать. Деннис должен собраться. Потому что 4.18 это явно не игра для него, которая явно его будет потом грызть совесть. То, что вот я так плохо отыграл на Кобустоу. 4.18 парень. Выпадает. Выпадает за боймы. Не хватает Денниса. Нужно, конечно же, собраться. Все Криджей дро. Криджей просто супер девайс. Супер молотов от Шрауда. Тренирован явно. Закупились Моузать. Что-то обсудили. Вполне возможно сейчас мы как раз таки увидим ту тактику 3 плюс 2. Да, это 3 через дроп и 2 через платформу. Скадудл отлично начинает этот раунд. Забирает он Нико. Дальше 3 игрока команды Моуспорт. Будет выход через дропрум или нет? Будет. Будет выход через дропрум. Но все это тушится опять-таки у Моуспорт. Только 1 фраг по Шрауду. В упоре Деннис еще пытается кого-то выцелить. Но и Сью сейчас будет вот жертва. И так и есть. Минус по Сью и 1 в 3. Ну что, Деннис, пора проснуться. Пора тащить команду вперед. Надо брать 9 раунд и дальше уже камбэчить. Но Деннис на платом. Его смотрят 2 игрока. Пока что Скадудл уходит с опасной позиции с авиком. Будет смотреть проход на плент. То есть Деннису есть шанс только вот как-то обмануть Скадудла. Ты видишь, вот Моуза послушали меня и сделали раунд 3 плюс 2. Но абсолютно ничего не получилось в этом плане. Скадудл очень хорошо отыграл. И вот человек, о котором мы говорили, что он нестабилен. И аналитики говорили, что Скадудл, как мейн снайпер, тоже не очень стабилен. И не часто делает важные киллы. Но вот сейчас как раз таки парень проявил себя во всей красе. Очень странно. Вы вышли Моуза на Абплент. Они на лонг не кинули ни флешки, ни смака. Это плохо, да. Как можно выходить так на АВП? Да по-любому АВИК будет стоять на Абпленту. Да, это ошибка. Непонятно. Ну три игрока, видимо, знаешь, был расчет на то, что три игрока первые, которые пойдут в друг рум, стянут на себя фокус. В принципе, так и получилось. А те уже потом зайдут с плитом поздним на платформе. Ну и Скадудл доигрался. В этом раунде он уже отвалился от Ника, который успешно его перестрелял. Ну и Стюи сейчас, кстати, может тоже поменять темочку на АВП. Этот парень со снайперским девайсом тоже довольно неплох. Ну вот посмотрим. Есть опенфраг. Моузов это хоть что-то. Какой-то начал он не забирает. Еще и нафинга, который лоит с гранаты в руке. Шрал вот минус по Ника. Здесь ответочка. Ну и Ника забрали. Этого парня, который решает проблемы. Посмотрим. Лоит 19 кп. Очень красный. Также человек фраг. Ну и выход на А. Человек в афраке. Так, ну для Моузов отличный шанс для того, чтобы зацепиться. Взять этот раунд. Но Шрауд на планете. Увидят ли его? Первый пошел. Шрауд делает минус по Крис-Джей. Выпадает бомбу. Аутиматик. Тут еще вообще кроссфайр. Сейчас просто развалят Моузов. И ниже были всю дорогу в большинстве. Ну как же так? Спиди выходит с рукава. Делает минус по Аутиматику. Ситуация 2 в 2. Деннис. Деннис. Человек, который не может нащупать свою игру на этой карте. Сейчас очень важный элемент в этом раунде для Моузпорта. Ну он пытается как-то найти хоть кого-то. Шрауд минус по Спиди. Прострелит его через конюшню. Ну и Деннис. 1 в 2. Ну что же. На этот раз не 1 в 4. На этот раз уже 1 в 2. Попроще миссия. Но может быть квест этот для него невыполним. Нужно двигаться. Нужно двигаться. Нельзя стоять. Время сейчас играет против Денниса. Нужно еще и подобрать бомбу. Ну и Стюи. Кстати, вот Стюи с АВП это очень хорошо для Денниса. Но зум, может быть даже... Да, но зум скорее всего был от Стюи. Даже тот раунд, когда перспектива была шикарно его взять. Нет. Ника все сделал. 2 фрага. Все, ребята, летите на БМ. Но они пошли на А. Самое печальное это то, что мы не видим ни одного раунда от Моузпортс в атаке. Они не взяли ни одного раунда. Более того, не поставили ни один раз бомбу. 8 раундов, да? И ни в одном не было установленной бомбы. Это говорит о том, что просто их закрывают до выхода, до захода на плент. То есть они погибают. Они не могут дойти до плента, донести бомбу. Ну, что только они делали. И А ходили, и Б ходили, и сплитом, и 2 плюс 3, и 5 плюс 5, и 10 на 20. Все равно ничего не получается. Команда Моузпортс. И это может ударить по морали, когда ты первый половин отыграешь очень хорошо, и на второй ни одного раунда. Может ударить по морали именно то, что не получается игра. Ну, вот опять, что это? Закрывают просто. Ну что, вот так вот. Вот так просто вышли, видишь, на размен не могут даже сыграть. Не клеится игра у мышек. Шрауд. Ника все-таки его перестреливает. Ника. Ника этот парень, который может перевернуть игру, но нет. Насинг закрывает Ника оставшимися силами. Моуза, судя по всему, падает в дропрум. Там только Лоуэлл. Спиди пошел, решил отойти назад. Непонятно, ситуация 4 в 2. Ну, Моуза тут уже пытается за последний раунд зацепиться, но это сделать крайне тяжело. Явно не сейф. Это явно не сейф. Стюи воюет со Спиди на лонге. Вот сейчас очень важно. Каждая стычка у команды Моузпортс с противником. Нужны фраги. Ну и Ветл. Вот он фраг. Минус со Спиди. Но тут же Утематик отвечает по Лоуэллу. Бомба упала. 40 секунд для того, чтобы выиграть от раунд в Спиди, а иначе это проигрыш. Ему не сейвить, не надо ничего. Ему только надо выигрывать эту игру. Как человек так здесь сдох с бомбой в коннекторе. Это вообще законно. Это при том, что Спиди там был на платформе. Это тактика такая. Что Лоуэлл не самым лучшим образом отыграл. Пир пошел. Решил Утематик сделать выпад. Так, сейчас бы девайс потерять. Спиди. Спиди. Сейчас нужно сделать килл и просто убежать на А, быстро. Он сказал, что Лоуэлл запалил. О, все, надо бежать. Надо бежать. А там красный чел. 12, 11. Успеет. Успеет поставить. Для Натинга здесь, конечно, без шансов, мне кажется. Я не верю здесь, если честно, в Джордана Джилберта. Правильно я сказал? Джордан Джилберт или Джилберт Джордан? По-моему, Джордан. Джордан Майкл. Так, вот Спиди. Нафиг заметил Спиди. Спиди не заметил Натинга. И может сейчас быть все-таки да. Минус для Спиди. Ну и смотри. Минус 4 фрага. Да, вот это вот. Да. Денису надо поучиться у него. Слушай, ну первый раунд для Моузов в атаке. О, можем похлопать. И наконец-то поставлена бомба была. Но раунд выиграли за счет того, что всех перестреляли. Тут вопрос в том, как вот дальше. То есть за счет чего набирать еще раунды. Появится ли уверенность сейчас у немецкого коллектива? Ну у них может быть уверенность появится, но пока девайсов не хватает. Два UMP, Галил, Калаш и АВП. Вот настолько все плохо. Команам Моу Спортс по закупу они бы решили сыграть вот в пятером. В одну точку. Ворваться и сделать для себя раунд. Может быть даже будет какой-то камбэк. Моуза умеют эти камбэки устраивать. Ну и Ник, обрывается по лэшку. Стоит спинок, ему шраут. Но нафиг, зерево хопыт своего мутимейта Сьюи. Должен замечать сейчас Питин. Да, замечает, но бить не получается. Еще один фраг. Ну и тут уже развал со всех сторон команды Клауд Найн. Последний Денис с Галилом. Ну и теперь можно считать, что это 16 раунд для команды Клауд Найн. Денис этот раунд вряд ли потащит. Ну вот так вот решили Моуза сыграть после медленного раунда. Решили довольно быстро выйти на Абэпленд. И не угадали. Отлично их закрыли. Клауда и здесь, наверное, для Дениса без шанса. Нашел он фраг, но для того, чтобы здесь сделать квадрокилл, нужно пройти очень и очень длинный путь. Ну и все-таки погибает Денис. Со счетом 16-9 выигрывает первую карту команда Клауд Найн. Ну и что можно сказать? Очень уверенная игра, в принципе, от американцев. И Моуза все-таки как-то вот не очень уверенно отыграли, прежде всего, вторую половину. Да, но первая половина была именно за Моузами. Они взяли ее со счетом 8-7. Ну а дальше вы сами прекрасно все видели. Я не знаю даже, что сказать. В атаке. Вот абсолютно ничего не получалось в атаке. И при этом вроде казалось, что используют разные тактики, подыскивают разные комбинации. Но Клауда были неумолимы на карте Кобблстоун. Ну а мы передаем слово нашей студии аналитики. Лена, вам слово. Слово. Добрый вечер.